Найти чернику несложно, она растет большим ковром в лесу, но самое сложное ее собрать. Многие из тех, кто продает ягоду на дороге, выходят в лес в 5-6 часов утра, для того, чтобы набрать хотя бы маленькую баночку. Для Екатерины из поселка Болонь Клепиковского района с черники начинается каждое утро. Выезжает из дома рано на стареньком мотоцикле, а сидеть у трассы иногда приходится до вечера. Пшикаемся каждый раз, комаров очень много, собираем ягоду, потом выходим на трассу. Таких продавцов ягод на трассе десятки. Константин ходит за черникой вместе с супругой и двумя детьми. Пока он продает первые собранные ягоды, супруга набирает еще. Мы находим полянку и потом живем в баночку. В этом похуже. Прошлый год лучше было, из-за морозов похуже. Цены на чернику разные. От 150 рублей за маленькую банку до 800 за трехлитровую. Только договориться с покупателями удается не всегда. Цены для них дорогие. А какой-то тяжелый труд на самом деле. Это очень тяжело. Собирать ягоду и они еще возмущаются. А почему так дорого? Ну дорого. Идите в лес сами, собирайте. Правильно, она там для всех бесплатная. И подушите заодно воздухом, и змеек там увидите, и все остальное. Самые лучшие продажи у собирающих ягоды в выходные. В будни мало кто останавливается. Тогда приходится весь урожай забирать домой и закрывать варенье. Но Екатерина и Константин все равно каждый день собирают урожай и выходят на трассу. Для них ягоды летом – это практически единственный способ заработать. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».